Телекомпания ВИД представляет Я уверен, что нет ни одного человека, который не знал бы этого хоккеиста Да, это лучший защитник всех времен и народов Вячеслав Фетисов В этом году в свои 40 он покидает хоккей В августе пройдут последние официальные игры с его участием Сегодня для него час пик Вячеслав Александрович, неужели все, что я сказал, правда? К сожалению, да, я бы с удовольствием играл бы до 100 лет в хоккей Но, к сожалению, это невозможно И я могу сказать, что я очень счастлив Что здоровье и поддержка моей семьи дала возможность мне отграть до таких преклонных лет В хоккей это, в общем, достаточно зрелый возраст для мужчин Горди Хоу когда покинул площадку? Горди Хоу закончил играть в национальной хоккейной лиге в возрасте 47 лет В принципе, еще 7 лет впереди, исходя из стандарта в городе Хоу И цитата Весной вы сказали Я могу еще играть, но должен идти вперед Ваши слова Вы получили предложение стать тренером Честно могу сказать, что для меня это было довольно-таки неожиданное предложение Оно ко мне поступило буквально сразу после того, как мы играли кубок Стэнли Генеральный менеджер Нью-Джерсиа Дэвилс позвонил мне И сказал, что мы, в общем, не знаем, будешь ты играть или нет Это твое право, но, в общем, мы будем рады видеть тебя у нас в качестве тренера Поэтому для меня было довольно-таки неожиданно это предложение И на протяжении полутора месяцев он мне постоянно звонил И старался, чтобы я принял решение без всякого нажима То есть полтора месяца непрерывных звонков – это не нажим? Ну, он хотел, чтобы я принял решение не под влиянием каких-то обстоятельств И в то же время у меня было еще предложение от команды Детройт поиграть еще один сезон И, в общем, все взвесив, вместе с моей женой Ладой Приняли решение, что хорошее время закончить Выиграли два подряд кубка Стэнли Достаточно здоровым закончил свою 23-летнюю карьеру игрока И, в общем, правильно... Такие формулировки сейчас мне слышать от Витисова Закончил свою карьеру игрока Я как-то помню, лет 10 назад еще, когда делали программу «Взгляд» Приезжал в Красногорск на базу, на Олимпийскую базу И тогда, ну вот, на 10 лет моложе Слава Фетисов Что-то давал очередное интервью Трудно поверить, что Фетисов уходит из хоккея Каким вы будете тренером? Не знаю, вообще, когда мне было 26, я думал, что я отыграю свою третью Олимпиаду в Калгари И, наверное, будет достаточно Ну, в общем, судьба распределилась по-другому Я после Калгари отыграл 9 лет в национальной хоккейной лиге Это сейчас самая сильная лига в мире Играют самые сильные хоккеисты И, я думаю, мог бы играть больше Но очень заманчивое предложение поступило Я думаю, что у меня достаточно опыта Я прошел прекрасную советскую школу хоккея Отыграл 9 лет в национальной хоккейной лиге И я думаю, что все это вместе взятое В общем, дает мне хороший шанс стать неплохим тренером Вячеслав Александрович, Виктор Васильевич Тихонов Человек, который пестовал ваше поколение хоккеистов С которым у вас сложные были отношения Будет ли он для вас примером в тренерской работе? Действительно, мне пришлось работать с Виктором Васильевичем на протяжении 13 лет И, конечно, что-то обязательно я постараюсь вспомнить И привнести в свою работу тренерскую А чем отличаются американские и канадские тренеры от наших российских? Совсем две разные вещи Здесь тренер был нянькой и хозяином, и командиром Там, в общем, он тот человек, который тренирует тебя Который выпускает тебе налет Который не думает за тебя В общем, это совсем разные вещи И ты общаешься определенный промежуток времени каждый день То ли это тренировка, то ли это игра И потом, в общем, тренер не касается твоей дальнейшей жизни Поэтому это совсем разные вещи И особенно за последние пять лет хоккей очень сильно изменился в Северной Америке Это, в общем, огромные деньги И для того, чтобы быть тренером, надо иметь авторитет Я разговаривал со многими людьми, спрашивал А почему в Национальной хоккейной лиге нет европейских тренеров до сих пор? Они говорят, вы поймите, что даже, может быть, самый умный, самый интеллигентный человек в мире Но если он не имеет авторитет в этой лиге, ему очень будет трудно Вячеслав Фетисов, человек, который точно имеет авторитет Потому что Вячеслав Фетисов, 40 лет Заниматься хоккеем начал почти случайно Мальчишку, игравшего в дворовой команде, заметил тренер И пригласил в секцию В 17 Фетисов надел форму армейского клуба И не снимал ее 14 лет 13 раз подряд становился чемпионом СССР Дважды выигрывал олимпийское золото И 7 раз чемпионаты мира В конце 80-х Фетисовская пятерка считалась непобедимой 6 раз загоралась лампочка за канадскими воротами в решающем матче Кубка Вызова И 8 в финале Кубка Канады В 89-м именно Фетисов после отчаянной борьбы Открыл советским хоккеистам дорогу в НХЛ За время участия в заокеанском чемпионате Сыграл в 546 матчах Забил 36 шайб И сделал 192 голевых паса Дважды завоевывал кубок Стэнли Александр Александрович Сезон в НХЛ это ведь около 100 матчей Порядка 100 матчей Если ты Региональный сезон это 82 игры Предсезонные игры Порядка 10 игр И плей-офф Да, как только вылетел сезон, закончился Самое интересное, что нет проходных игр Любая игра Это война, это битва Каждый хочет утвердить все Дважды выигранный кубок Стэнли Вот 9 лет в НХЛ В таком возрасте для спорта В общем, запредельном Для такого энергоемкого спорта Практически запредельный возраст В чем, если не секрет В чем механизм получения энергии Секретов можно не раскрывать Нас смотрят миллионы людей Вдруг кто-то из них станет лучше Фетисова Во-первых, это должен держать себя в отличной форме Для этого должен тренироваться Для того, чтобы плодотворно тренироваться и играть Нужна, в общем, и правильная диета, и правильное питание Я слышал, что у Фетисова есть свой собственный такой алхимик Некий человек русского происхождения Как все хорошее в Америке Который предложил ему когда-то, несколько лет назад Свой способ, свои медикаменты Это не допинг? Это не медикаменты Во-первых, это натуральный продукт Это женьшень, который выращивается в Канаде Оказывается, помимо корейского и азиатского женьшени Существует еще северноамериканский Который имеет совершенно противоположное воздействие на организм человека Например, помимо энергии он дает тебе возможность расслабиться В конце рабочего дня Это как успокаивающее Плюс тонизирующее Это, в общем, комбинация тех веществ, которые не во многих препаратах Даже которые выпускают химическим способом Кто-нибудь, кроме Фетисова, пользовался этим канадским женьшеньем? Из известных? Я думаю, сейчас Национальный хоккейный лиг – это огромный бизнес И, я думаю, помимо допинга, который, наверное, присутствует в любом виде спорта Я думаю, больше люди, которые особенно получают большие деньги Сейчас заботятся о том, чтобы все было натурально Этот продукт совершенно натуральный Чистый И Канада, как известно, очень экологически чистая страна И, как я вижу, за последние 3-4 года Все больше и больше спортсменов Особенно в хоккее обращается именно к натуральным продуктам Я знаю, ваша жена и дочь даже Вы их подкармливаете? Конечно, но самое интересное, что это не препарат Сегодня ты принял, будешь сразу чувствовать хорошо Это надо постоянно внести в свою диету И это будет довольно-таки незаметно Но в ближайшие, я думаю, если будешь принимать месяц-два Ты будешь чувствовать совсем по-другому Это другая работоспособность И наутро ты просыпаешься, и ты полон сил, и ты отдохнувший Поэтому это те вещи, которые в нашем мире особенно Когда много химии во всех продуктах Надо иметь возможность помогать самому организму Ну, некоторые помогают тоже натуральными виски или водкой на ночь Ну, это тоже присутствует Другая технология Тоже очень натуральные продукты Да, конечно, это тоже способ Но где одна, там может и две, и три Ну да, русский характер широкий И остановиться иногда бывает трудно Спасибо, дадим слово зрителям Есть ли у нас вопросы на телефоне? Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте В прошлом году вы попали в аварию Но, к счастью, отделывались сравнительно легко А вот Владимиру Константинову и Сергею Мацаканову не повезло Как обстоят их дела сейчас? Как они себя чувствуют? Буквально перед приездом в Москву я слетал в Детройт По своим делам И виделся и с Володей, и с Сергеем И мы можем сказать, что постоянно происходит какой-то прогресс Особенно радует Сергей Который, в общем, практически из безнадежной ситуации В общем, выбрался, выкарабкался с помощью своей жены Которая вообще не уникальная женщина Которая не покинула его ни на одну минуту с момента аварии И действительно, я не мог уехать Просидел там четыре часа Мы как раз поехали со Славой Козловым, Игорем Арионом Говорили обо всем В общем, он очень порадовал меня Володя немножко помедленнее все происходит Но, в общем, я надеюсь, что он очень сильный парень И он сможет преодолеть то, что, в общем, немногим Я знаю, что для ребят было организовано что-то вроде фонда поддержки И в этот фонд было собрано несколько сот тысяч долларов А, действительно, такой фонд существует И я ездил в Детройт, и мы встречались Игорь и Слава Козлов с боссом профсоюзов игроков Хотя я уже к этому не отношусь Но, в общем, у нас запланированная встреча была И они хотят поставить это на постоянную, так сказать, основу Чтобы обязывать игроков ездить или подписывать автографы Или участвовать в каких-то мероприятиях Для того, чтобы собирать деньги в фонд этих семей ребят Я знаю, что была идея для российских легионеров создать подобный фонд помощи И вы участвовали в этом В общем, да, многие ребята приезжают в Детройт и навещают ребят И кто-то помогает материально В начале сентября я, Игорь Ларионов, Слава Козлов и Катя Боуман Будем подписывать автографы Мы надеемся собрать за три часа сто тысяч долларов Вот, это пойдет в фонд Сергея Я думаю, что в этом городе этих ребят никогда не забудут Замечательно Практически для многих Вячеслав Фетисов уже американец Долгие годы Вот как россиянин американца спрошу Я понимаю, что вы сегодня самолет и немножко тяжеловат Скажите, вот это мода такая у американских хоккеистов Носить такие крупные, яркие, ну не скажу, что красивые, но заметные перстни Я думаю, любой бы мечтал носить такой перстень Серьезно? Можно посмотреть? Это не украшение, это огромная часть моей жизни Поэтому она для меня бесценна Здесь написано «Фетисов 1997» Это перстень как обладателю Кубка Стэнли Совершенно верно Это ритуал? Все те, кто играют за команду обладательницу Кубка Получают такие перстни? Обслуживающий персонал А также семья хозяина Это хозяин обычно выбирает, какое кольцо он делает Это не что-то, которое... Что-то должно происходить обязательно Это, в общем, традиция, которая на протяжении последних, я бы сказал, 30 лет Присутствует в лиге, и каждый хозяин старается выделить свою команду В общем, зависимо от того, сколько он хочет истратить И какой он выберет дизайн Это, в общем, зависит от жены хозяина Вот «Фетисов» довольно часто произносит слово «хозяин» В Америке это слово часто употребляют? Хозяин команды? Не знаю, хозяин игрока? Хозяин стадиона? В общем, хозяин – это хорошее слово Если он действительно хозяйничает, делает все правильно Поэтому, в общем, хозяину относятся с уважением Потому что он и платит деньги, и ведет бизнес И старается сделать все возможное для того, чтобы его бизнес приносил ему не только удовольствие, но и деньги Кто хозяин «Фетисова»? Хозяин «Фетисова» на сегодняшний день – хозяин Ниджерси Девилс, доктор Макмалан Фетисов относится с уважением к своему хозяину? Ну, я думаю, что с первого дня, 9 лет назад, он ко мне относился с уважением И сейчас относится с уважением, и я отношусь к нему с той же симпатией Это он предложил стать тренером и хорошие условия контракта, я так понимаю? Я думаю, что это не спонтанное решение Я буквально в самолете прочитал «Нью-Йорк Таймс», и там было огромное интервью Статья по поводу моего тренерства, и там спросили у генерального менеджера Ла Морелла, как это все случилось Он сказал, что как только мы его потеряли, мы мечтали его вернуть в качестве тренера в команду То есть это их старая мечта? Да, с 95-го года, но они никак не могли дождаться, пока я закончу Поэтому для меня это было неожиданно, для них это, в общем, было спланировано давно Мне приятно отношение вот такого знаменитого человека, как Вячеслав Фетисов, к слову «хозяин», к тому, что у него есть и будет хозяин Вообще, «хозяин» – замечательное слово, и в русском языке должно быть таким Звонок из Витебска, слушаем вас Витебская область, город-городок, Малаченко, Владимир Здравствуйте, Владимир Вячеслав Александрович, скажите, пожалуйста, действительно ли русская пятерка в Детройте считалась многими в НХЛ сильнейшей пятеркой на прошлые годы и этот год? Спасибо А, к сожалению, это уже история И действительно, сегодня мой друг Виталий Мелик Карамов принес мне фильм, который он собирал на протяжении последних 9 лет Из разных интервью, разных сюжетов, и получился замечательный фильм И там есть сюжет, когда русская пятерка в течение минуты держала соперника в зоне, не давая им шанса завладеть шайбы Это то, что, я думаю, было присуще, особенно пятерке Ларионов, когда мы играли здесь за советскую сборную команды ЦСКА И я думаю, что, в общем, это классический пример того, какой хоккей был раньше Я думаю, что, к сожалению, он будет другим Это, в общем, с этим надо соглашаться И это, в общем, и русская пятерка, это уже история Ее уже больше не будет Хорошо, но что мы увидим? 17-го числа открытие Кубка Спартака здесь, в Москве Фетисов выйдет на лед? Обязательно В общем, так получилось, довольно-таки иронично, что пять лет назад, когда Геланитов Булатов предложил мне А в то время это, в общем, нереальная идея была Но в свое время, пять лет назад, я привез Кубок Спартака в Москву Кубок будет разыгрываться в пятый раз С каждым годом он становится все популярнее И так получилось, что на этом турнире у меня закончится моя хоккейная карьера в официальных, я бы сказал, международных играх Мы прощаемся сегодня с Вячеславом Фетисовым Вам нужно отдохнуть и подготовить себя к 18-му числу А тем, кто хочет узнать больше о этом замечательном игроке Вот книжка его «Воспоминания» Это практически ваша карьера? Да, в основном был акцент на последние 9 лет, то, что проведено Но, в общем, оно охватывает довольно-таки большую часть моей жизни И я думаю, что болельщикам хоккей будет интересно Это не только книжка о хоккее, в общем, много моментов, которые, в общем, связаны с моей жизнью И многие люди стараются не открывать какие-то свои секреты Так случилось, что вся моя жизнь была на глазах у болельщиков, у публики Поэтому какие-то вопросы я, в общем, стараюсь раскрыть Спасибо, мы будем следить за вашей тренерской жизнью Так же, как следили за... Ручку подписать Подписать сейчас Спасибо вам большое Это был час-пик для Вячеслава Фетисова Увидим его 17-го числа ОРТ транслирует этот матч Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ Субтитры создавал DimaTorzok